Куда пойти учиться и кем стать в будущем? Ответы на эти вопросы получат более двух тысяч школьников города. В течение декабря девятиклассники проходят профдиагностику, которая поможет им определиться в будущем. Подробнее расскажет Юлия Савинцева. Так, ребята, тесты из трех частей. После каждой части у вас будет, соответственно, инструкция. Читаем ее, нажимаем «Продолжить». 40 минут и около 200 заданий. От сложных логических задач до вопросов, готов ли ты прыгнуть с парашютом. Условно они делятся на две части. Одни определяют уровень интеллекта и предрасположенность к тем или иным наукам, другие выявляют особенности личности. Тест должен помочь школьникам определиться с профессией. Но некоторые уже этот выбор сделали. Я хотела бы заниматься где-то в опыте туризма, то есть общаться с людьми как-то. Я, наверное, все-таки буду больше опираться на свое какое-то желание. Просто не хочу заниматься тем, что мне, допустим, не нравится, даже если мне покажут этот тест. Такие результаты тоже бывают, говорят специалисты. Тест выдает целый список профессий, которые подходят для конкретного школьника. Но итоговые таблицы и диаграммы ни к чему не обязывают. Это лишь ориентир, подсказка, над чем еще надо поработать для исполнения мечты. Есть блок развития, который предлагает развить те качества, которые представлены на первой страничке, либо на низком уровне, либо наоборот на высоком уровне. Это как сильная сторона, чтобы она не в потенциале была, а чтобы она действительно была актуальна у ребенка. Программа «Профориентатор» разработана в МГУ имени Ломоносова. Вологодский государственный университет работает по ней уже 4 года. За это время профдиагностику, которая помогает определиться с будущей профессией, прошли около 7 тысяч девятиклассников, а их родители получили необходимые консультации. Вся эта работа проводится по решению главы Вологды Евгения Шулепова в рамках концепции кадровой политики. Все дети получают результаты с целью, чтобы они сделали, конечно, более осознанный выбор своего дальнейшего профессионального пути. То есть, если им готовится в ВУЗ, они идут в 10 класс. Если все-таки они понимают, что для получения высшего образования у них там недостаточно способностей, они более осознанно выбирают колледжи, лицеи для получения профессии. И как показывает практика, в последние годы конкурсы в учреждения среднеспециального образования увеличиваются. Больше выпускников готовы осваивать рабочие специальности. При этом в целом исследования показывают в Вологде много способных детей. По результатам теста примерно 20% выпускников рекомендуется получать высшее образование. Столько же детей, которым стоит осваивать рабочие специальности. Остальным под силу оба пути. Все зависит от желания и мотивации. В этом году свой результат профдиагностики узнают 2500 девятиклассников. Тестирование продлится до конца декабря.